Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас на улице дождь, а заниматься будем с машиной Toyota Mark II 98-го года выпуска. Двигатель 3 литра, бензин, автомат передний... О, передний, задний привод. Пробег на автомобиле 140 тысяч километров, заменил на нем свечи зажигания. Свечи уже перепробег, 110 тысяч пробежали, как-то упустили этот момент. Заказали свечи, пришли, сейчас заменим. Открываю капот. Сниму вот эту часть, саму дроссельную застойку. Сниму вот эту часть, δεν знаю, стоит показывать в диму В... ... Продолжение следует... Снимаю разъемы... Сниму кронштейн троса газа... Целиком... Снимаю разъемы... И скидываю... Продолжение следует... 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 ТР-овская свеча стоит. А наклейку я не видел какая здесь свеча должна стоять. Свечи NGK стояли. Сейчас посмотрим, заказали Denso, которые в оригинале стоят. Оригинальные свечи идут под тойотовским номером. А здесь 3289, маркировка PK-16 TR-11. ТР, ну да, двухэлектродный ТР-овский. Значит оно здесь с завода предусмотрено. Обычно еще бывает наклейка, что свечи используют только двухэлектродные. Все совершенно верно. Но нужно отдать должное NGK-овским свечам. Они прошли 110 тысяч километров. Свечи отработали на 110 процентов. Устанавливаю свечу. Беру динамо ключ, ставлю 25 ньютонов метров. Поставил 25 ньютонов и затягиваю. Откручиваю следующую свечу. Ставлю. Поехали. Ставлю. Существа. Ставлю. 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 Тоже свеча с хорошим нагаром. Также сразу беру, устанавливаю новую. Тоже свеча с хорошим. Теперь третью свечу. Осталось две свечи. Тоже свеча с хорошим. Тоже свеча с хорошим. Тоже свеча с хорошим. Тоже свеча с хорошим. Все нормально пошло. Туговато пошло, не захотел экспериментировать. Видно, на этом витке оно подкусило. Вот шестым цилиндром. Вон там немножко стоит под жабо. Наверное, удлинитель покороче возьму. Сейчас переставлю камеру. С длинным удлинителем нам тут не подобраться, если только через карданчик. Но карданчиком есть вероятность свернуть свечки голову. А это, следовательно, несет за собой большие плохие последствия. Взял короткий удлинитель. Взял короткий удлинитель. Придерживаю вертикально, чтобы стояла головка на свече. Все равно неудобно потянуть. Ну, пойти она уже пошла. Беру карданчик. Ставлю головку на свечку вертикальной и смотрю, чтобы она вертикально шла, чтобы не сломать изолятор свечи. Если вдруг это происходит, свечку выкручивать нельзя, нужно обязательно продуть хорошо, чтобы керамика не попала в цилиндр. Иначе двигателю грозят большие неприятности. Карданчик для пневмопистолета, у него угол более ровный, чем на простом карданчике. Поэтому простым лучше не работать. Нагар такой же, как и на всех остальных. Изолятор целый, свеча не сломана. Беру новую свечку и вкручиваю ее на место. Беру динамо-ключ. Беру новую свечку. Все, все свечи установил. Можно собирать в обратной последовательности. Убираю заглушки. Ставлю катушку на шестой цилиндр. А провод на первый протягиваю. Но пока подсвечник не одеваю. Сразу ее прикручу. Она у меня ничего дополнительного не крепит. 9 ньютонам метров, если по килограммам. По ньютонам ставлю на третий цилиндр катушку. А провод одеваю сразу на четвертый цилиндр. А провод одеваю на третий цилиндр. Чтобы он защелкнулся. Здесь вот под коллектором есть место крепления провода. Чтобы он не болтался. И ставлю катушку на второй цилиндр. Провод на пятый. Прокидываю проводку. Провод на пятый. Все провода прикручены. Разъемы все вставлены. Провода все на место вставлены. Здесь стоят силиконовые прокладки. Протираю их. Протираю посадочные. И прикручиваю. Так. Так. И затягивай. Ставлю на место крышку. Наживляю болтами дроссель. Сразу надену этот разъем на место. Наживляю шпильку. Прикручиваю гайку. И наживляю в констейн на место. Прикручиваю гайку. Прикручиваю гайку. Прикручиваю гайку. Прикручиваю гайку. Одеваю на место трос газа. Устанавливаю на место воздуховод. Смотрите продолжение в следующей серии. Точка на резинке 100 стрелкой совмещается. Патрубок уже начал трескаться. Резина все-таки от времени устает. Запускаем. Запускаем. В принципе большой разницы оно ощутиться и не должно. Свечи еще были в рабочем состоянии. Хотя пробег уже большой. А вот именно в процессе эксплуатации может что-то измениться. Изменится динамика автомобиля, немножко реакция на педали. Изменится расход топлива. Но опять же это уже в процессе эксплуатации. На этом все. Замену свечей я закончил. Всего вам доброго. Какой шикарный звук.